По старой доброй традиции, по словам директора Голицынской СОЖ номер один Светланы Просниковой, ко дню знаний в учебном заведении открывается какой-нибудь новый уголок, который становится местом отдыха для учеников и учителей. Тем более, что в этом году в школьной семье значительное прибавление – 120 человек. Для того, чтобы избежать второй смены, потому что контингент нашей школы растет, за один год у нас прирост контингента на 120 человек, поэтому для того, чтобы избежать второй смены, было необходимо открыть новый кабинет. Нам это удалось при финансовой поддержке Голицынского керамического завода и его руководителя Крюкова Виктора Александровича. Все преобразования видны буквально на каждом шагу. Это литературная рекреация на втором этаже школы, зал символики, уютная и комфортная учительская, ну и, конечно, самый необыкновенный проект – это стеклянный класс для уроков английского языка, вместительность которого – 13 человек. Это очень необычно, ни в одной другой школе района такого нет. Все проекты воплощены по специальным чертежам, учитывая задумку педагогов. Финансировать помогали друзья школы, родители, предприниматели и администрация города Голицына. Все, что сейчас могут увидеть дети и педагоги – это результат большого труда в течение всего лета. Я очень рада за наши все учреждения в районе, потому что это самое большое количество школ, лицеев, гимназий в области. И, безусловно, я рада за то, что они очень хорошо подготовлены к Дню Знаний. Еще одна не менее приятная традиция 1 сентября – чествовать юбиляров. В Голицынской СОЖ номер один работает замечательный человек – социальный педагог Ирина Куприянова. Поздравить Ирину Борисовну приехали исполняющие обязанности руководителя администрации Татьяна Одинцова, герой России, депутат Московской областной думы Лариса Лазутина и заместитель начальника управления образования по безопасности Олег Дмитриев. Ирина Борисовна, в первую очередь, коллеги, вас поздравляю с этим действительно веселым, трепетным, трогательным праздником. Эмоции, которые в этот день переполняет из год в год, они всегда похожи, но они всегда разные. Хочу вам пожелать неиссякаемых сил физических, моральных, духовных, душевных в этом нелегком труде. Для Татьяны Одинцовой это не просто школа, это родные стены, в которых она проработала 14 лет. Приезжать сюда она очень любит. По словам Татьяны Викторовны, здесь особая атмосфера, дух доброты и высокий профессионализм педагогического состава. Во-первых, я хочу поздравить всех жителей города Голицына, что к первому сентября две школы, Голицынская номер один и Голицынская номер два, они готовы. Они готовы, сделан ремонт, сделаны очень хорошие ремонты по классам. Родители помогали. Глава города Голицына Александр Николаевич Дудоров уделила огромное внимание нашим трём садикам Голицына и двум школам. Поэтому, пользуясь случаем, я хочу сказать огромное спасибо. Министр образования Московской области Марина Захарова предложила новый учебный год провести под девизом «Я талантлив». Условия, которые создаются сейчас для наших одинцовских школьников, говорят о том, что проявлять свои таланты они и могут, и должны. Мила Тарасевич, Артём Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова